Учить детей и самой набираться опыта у них же. Оксана Лагденова призовые места в конкурсах занимает регулярно. Ее детский сад в числе ведущих. Но получить награду именно в конкурсе «Женщина года» особенно приятно делится педагог и руководитель. Ведь силы для трудовых подвигов она черпает в своей семье. Для меня мотиватором и вот таким моторчиком является, безусловно, моя семья. Это поддержка и забота моего отца. Это любовь со стороны моего мужа и со стороны моего сына. И когда я прихожу домой и чувствую их поддержку, мне хватает сил не только решать все вопросы на работе, но и успевать все по дому. У Светланы Корыцевой семеро, но по лавкам не сидят. Старше из пяти сыновей уже вовсю помогает маме воспитывать младших братьев. Да и дел в семье Корыцевых не меньше. Вдохновившись семейным успехом, Светлана основала православную классическую гимназию для младших школьников. Занимается активной общественной деятельностью и преуспевает в своей профессии в медицине. Ее девиз «Больше делаешь, больше успеваешь». Когда много, на самом деле это легче. Часто и получается. Вот так. Все очень гармонично. Я думаю, что каждая женщина, если она на себя берет чуть больше, чем ей кажется, что она может понести, получается, наоборот легче. Вот только нам попробовать. В этом году лейтмотивом всей акции была выбрана тема женского подвига. Среди финалисток – вдова, участников Великой Отечественной войны, военнослужащих, погибших в горячих точках. По мнению главы администрации Самары Олега Фурсова, проведение такой акции очень важно, особенно в год 70-летия Великой Победы. Проект «Женщин года» действительно особенный. Он с 1998 года объединяет представительниц прекрасного пола, которые достигают успехов в профессии, творчестве, спорте, продолжают себя в детях и помогают другим людям становясь активными общественниками. Хотелось бы сказать особые слова признательности вам, милые женщины, и низко поклониться всем домам России, женщинам, обладающим великим мужеством и великим сведением. Настоящая женская доблесть и верность заслуживает того, чтобы ее увековечили. По словам председателя городской думы Александра Фетисова, в планах уже этой весной создать проект памятника женщине – одно из предложенных мест для размещения скульптуры «Самарская безымянка». Для меня это награждение сегодня имеет еще особый смысл, в том числе и ответственность перед моей мамой. Это действительно главное предназначение женщины. Самара наша заслуживает того, чтобы женщина была поставлена в памятник культурных композиций. У нас, к сожалению, таковых нет. Мне хотелось бы, чтобы это был какой-то памятник поколенческой благодарности нашей. Победителем в номинации «Журналистика» стала главный редактор телеканала «Самара ГИС» Ирина Дулгаева. Финалистки конкурса «Женщина года» городского округа Самары уже в следующем году смогут побороться за звание лучшей в самом женственном конкурсе Самарской области. Анастасия Зубарева, Максим Гусев. События.